Четыре категории от детей, 10 лет и инвалидов-колясочников, которые преодолевают круги в 1 и 2 километра, до мужчин, бегущих на 10-километровую дистанцию. Это все про спортивно-патриотический забег «Кольцо Победы». И с каждым годом забег становится все более массовым. Обычно 3000 заказывали номеров, в этом году заказали 3,5 и много не хватило. То есть, видимо, потребность физической активности у людей, она есть, остается, она и будет. Поэтому в прошлом году из-за пандемии не проводили, люди, я думаю, что соскучились и пришли вот так вот массово. Кроме того, пандемия отняла у любителей 9 мая многие массовые мероприятия, а здесь и спорт, и память в одном. «Кольцо Победы» воспринимают не только как забег на свежем воздухе, но и своего рода акцию памяти. Вот, например, в этом году нету бессмертного полка, я не могу выйти со своими дедами, прадедами. И я вот решил таким способом отдать им дань памяти, их подвигу бессмертному, пробежать максимальную дистанцию. Сейчас я уже бегаю максимальной дистанции 10 километров. Хотя начинал с трех. Для многих этот забег становится еще и отправной точкой, дорогой в любительский спорт. Так что, вероятно, число участников будет только расти. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.